На встрече с Владимиром Путиным Валерий Шанцев озвучил статистику по безработице. По словам губернатора Нижегородской области, уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет немногим более половины процента от числа трудоспособного населения. Исходя из этих цифр, занятость у нас в регионе на должном уровне. Но так ли это на самом деле? Существует два уровня безработицы – регистрируемая и нерегистрируемая. Регистрируемая показывает количество безработных, вставших на учет в Центр занятости. Все остальные ищут работу, полагаясь на свои связи через друзей и знакомых. Когда мы говорим, сколько безработных, можно сказать, что у нас их 4 миллиона и можно сказать, что у нас их миллион. И та, и другая цифры правильные. Просто первое – это общее количество полученное по методике международной организации труда, а второе – это те, кто дал себя сосчитать. По данным портала HeadHunter, в поисках работы находится более 30 тысяч человек. При этом открыто около 6 тысяч вакансий. Таким образом, конкурс на одну вакансию составляет 5 человек. Такое количество обновленных резюме, как было у нас в октябре, больше 30 тысяч, у нас не было за всю историю сайта. Начало 2014 года порядка 18 тысяч резюме обновлялось в течение месяца. Сейчас эта цифра практически в два раза больше. При отсутствии необходимых мер поддержки от власти есть риск, что уровень безработицы будет расти. В такой ситуации одним из важнейших направлений развития экономики региона становится малый бизнес. Так, например, в городской думе уже сократили вдвое единый налог на вмененный доход предпринимателям, которые регистрируют свое первое дело. Правда, для борьбы с безработицей нужны более серьезные меры на уровне области. Но там, похоже, об этом не думают. К сожалению, здесь самая большая, это и тяжелая проблема – это недоверие, которое бизнес испытывает к любым действиям власти. И на федеральном уровне, и на региональном уровне, на местном. Потому что, если слова опять остаются словами, то бизнес уже слишком много расталкивался с тем, что слова в дела не претворяются. Таким образом, можно сделать вывод, что в цифрах, озвученных Валерием Шанцевым на встрече с президентом, были озвучены данные центров занятости. Но эти показатели не дают реальной картины на рынке труда. По мнению специалистов, нерегистрируемый уровень безработицы находится в районе 4%. Анастасия Грибова, Георгий Захаров, столица Нижней.